Съемок фильмов у вас на данный момент нет? Я не так часто снимаюсь, и потом Максим сейчас очень много снимается, и как-то он... Кто-то должен быть дома. Кто-то должен быть дома, да. А можете вспомнить этот момент? Я всегда была ужасно стеснительная, зажатая. Мне казалось, что я никогда публично не смогу не выступать, не говорить ничего. Вы дочь наменитого папы. Я убеждена, что если бы я не пошла в актерскую профессию, я думала, что я бы все равно около театра была или около кино. У вас больше преобладает логика или эмоция? Я абсолютно, как бы сказать, педант, жесткий. У меня вся жизнь упорядочена. Я бы хотела, не знаю, языки учить и на музыкальных инструментах заниматься, ездить, там, не знаю, на стрельбу, на конный спорт и так далее. Сложно играть вместе главные роли со своим мужем. Очень много чего-то было тяжелого, темного, тревожного. После какого фильма вы все-таки почувствовали, что, ну вот, наверное, начинают не давать прохода? Невозможно человеку сидеть, там, не знаю, в кафе, в ресторане, потому что все эти споры, как ты ешь, как ты ходишь. Меньше всего я гналась за узнаваемостью. Популярностью. Популярностью. Добрый день. В эфире проект «Культурная беседка». И сегодня мы общаемся с очень красивой девушкой Елизаветой Боярской, заслуженной артисткой Российской Федерации. Елизавета, здравствуйте. Здравствуйте. Елизавета, как, кстати, вам удобнее и приятнее, когда вас называют, ну, вам, скажем так, на слух, Елизавета или Лиза? И Лиза приятно, Елизавета. Как вам нравится, так и называют. Очень хорошо. Лиз, тогда вот такой у меня вопрос. В сети есть несколько разных вариантов ваших фильмов интервью о вас. Вы даже показывали целую экскурсию по Петербургу, это было очень красиво, интересно посмотреть те места, где бываете вы. Вообще вы любите давать интервью? Интервью – это просто часть, ну, публичной жизни человека? Или вам, правда, интересно рассказать о себе или о творчестве? Я бы так сказала, что когда речь идет только о намерениях, я всегда сначала воспринимаю это как какую-то обязанность, что как бы надо, и надо найти время. А потом, когда начинаю разговаривать, я, как правило, очень увлекаюсь, и есть интересный вопрос, интересный собеседник, ну, то есть всегда все, когда интервью не ограничивается вопросами и ответами, а когда мы вдруг вступаем в живую беседу, и когда вдруг какие-то неожиданные мысли, и вдруг сама начинаешь размышлять по поводу, там, интересных для себя вещей, то это становится очень интересным процессом. А пересматриваете потом результат? Нет, не пересматриваю. Ну, у нас сегодня с вами тоже необычная локация. Мы сегодня в Театре нации, в прекрасном театре. Сегодня, кстати, какая у вас будет роль? А сегодня дядя Ваня Елена Андреевна. Премьера же не так давно прошла? Ну, два года назад уже, или, подождите, или год назад, не, ну, полтора года назад, да, примерно так. Ну да, у нас у всех вылетел этот год под названием «Пандемия». Теперь все, все смешали. Вычерники из моей биографии его, да, потому что я его точно не жил. Но на самом деле вы целых два года уже живете не в Москве, а в Петербурге. И вы очень хорошо и интересно рассказывали в интервью про Петербург и про то, как вы здорово и быстро переехали, когда ваш муж только произнес фразу, а не поехать ли нам жить в Петербург, и вы вот и там. Так и было, да. Но Москва, теперь вы в Москве в гостях? Да, я сюда очень часто приезжаю по работе. Ну, вот для меня это комфортное состояние. Для меня это такой, знаете, уже целый ритуал выйти утром из поезда, будь то Сапсана или ночной поезд, там, выпить кофе, сесть по проторенным маршрутам, либо на Мосфильм, либо на какую-то съемку, либо в театр. И вот у меня как бы ассоциируется Москва с дорогой от вокзала куда-то, где я работаю, и потом уже еду, собственно, домой. И снова на вокзал. По сути, съездить на работу в Москву, и для меня это, ну, так естественно, ну, наверное, если бы какая-то большая роль случилась в Москве, какой-то большой проект, то, конечно, я бы здесь осталась на подольше. Но я себя здесь сейчас чувствую в гостях, и мне это нравится, ну, то есть мне нравится возвращаться домой в Петербург, это ощущение для меня дорого. А Москва долго была в вашем периоде жизни как дом? Два с половиной года. Долго достаточно, два с половиной года это прилично. Ну, с другой стороны, если вы всю жизнь прожили в Петербурге, конечно, да, два с половиной года, наверное, не тот срок, чтобы почувствовать себя. Ну, и потом, все-таки, я не могу сказать, что я, наверное, прочувствовала Москву так, как если бы я, например, была студенткой, или если бы я только начинала бы, там, да, какую-то профессиональную деятельность в Москве, потому что я была здесь вместе, сначала с одним, потом со вторым, и, то есть я либо была на работе, либо я прогуливалась во дворе между новостройками с коляской. Ну, то есть культурную жизнь Москвы, там, какие-то интересные экскурсии, я этого всего не узнала, поэтому, наверное, я не смогла так, как бы, серьезно, по-настоящему очароваться Москвой. Я ее люблю за то, за то, какой я ее знаю, но я уверена, что если бы я ее узнала намного бы тщательнее, интереснее, ходила бы бесконечно по музеям, по выставкам, друзья бы мне показывали какие-то интересные места, я бы вообще влюбилась в нее сто процентов, потому что здесь, конечно, огромное количество интереснейших мест, но у меня все время работа, работа, дом, работа, дом, работа, дом, поэтому сказать, что я вот как-то успела прочувствовать за эти два с половиной года Москву, я не могу. В Питере я знаю намного лучше, намного тщательнее, намного глубже, знаю каждый закуточек, и могу с удовольствием сама своих друзей водить по красивым, знаковым местам. Вот, а здесь, нет, здесь сюда я приезжаю работать. Согласна, да, по поводу того, что когда приезжаешь в город в студенчестве, то совсем, конечно, другая романтическая атмосфера, и друзья, и знакомства, и связи. Кстати, о студенчестве. Вы же не всегда мечтали быть актрисой. Вы хорошо знали языки, в том числе немецкий, но вы хотели стать пиарщиком? Ну, это было от отчаяния, потому что я не знал, куда мне идти. А тогда это было как-то новое слово, пиар, да, вот только появлялись какие-то такие предпосылки подобные профессии. И я, ну, подумала, что, ну, может быть, туда пригодится. Куда еще там с языками пойду? То есть актерской профессии в тот момент вообще не было? Нет, нет, актерская профессия появилась в самый последний момент, вот уже просто буквально за несколько месяцев до окончания школы. И я так рада, что все-таки я попала, что называется. Я вот сейчас сплошь и рядом слышу истории про то, что вот, ой, мы заканчиваем в этом году, мы вообще не знаем, куда идти. Потому что, конечно, в 16 лет ребенок очень редко знает, что, чего он хочет. Есть такие, кто там, не знаю, с детства, не знаю, биология или там, естественные науки, химия, математика, кто знает. Или кто хочет актрисой стать с детства. Это прекрасно, если ты понимаешь. Но, а когда ты не знаешь, это абсолютная растерянность и самая страшная ошибиться. Или пойти на поводу у родителей, там, родители хотят, не знаю, там, чтобы был юристом или еще где-то. Да, потом очень большие психологические проблемы. Ужасно, да. И мне просто повезло, что я в какой-то момент вот себе сама услышалась. А можете вспомнить этот момент? Да, конечно. Я помню очень хорошо. Это было открытие учебного театра на Маховой. И я помню, что меня тогда поразило, мы с мамой вместе туда пошли. Там были, естественно, очень долгое время учебный театр был закрыт. И играли спектакли дипломные на совсем маленькой сцене. И вот открыли театр, все, было торжественное мероприятие. Было много капустников, выпускники выступали и так далее. И, конечно же, были небольшие выступления и капустники от студентов. И я помню, что я тогда впервые увидела не артистов, которых я до этого видела в большом количестве дома и везде, рядом со своими родителями. Но они не увлекали? Ну, как бы, да, я про это все понимала. И не могу сказать, что меня могло заострить на этом внимание. А вот именно студентов, абсолютно очарованных тем путем, который предстоит им, то есть они вот только вначале на взлетной полосе, да, вот, им кажется, что они смогут изменить мир с помощью искусства. И обязательно войдут в историю, там, что-то, то есть такие какие-то наивные, прекрасные, светлые, чистые мысли, горящие сердца. И я подумала, вот, вот я хочу быть вот с ними в этой стае. И вот тогда я поняла, что хочу поступать в театральный, и я как-то себе, в общем, в этом призналась наконец-то. Что было немаловажно, потому что я себя никогда не ассоциировала с актерской профессией. Я всегда была ужасно стеснительная, зажатая. Мне казалось, что я никогда публично не смогу ни выступать, ни говорить, ничего. Но пришлось в какой-то момент переступить через себя и все-таки уже серьезно заняться профессией. Правда, что ваши родители вас не отговаривали от этого пути? Я думаю, что они сходили, мне так кажется, из таких побуждений, что пусть попробуют, не получится, пусть на следующий год поступят куда-нибудь в другое место. Потому что, ну, я им очень благодарна за то, что они меня не стали отговаривать, потому что, ну, тоже в этом возрасте уже, наверное, надо давать пробовать, совершать ошибки и как бы вступать в зону собственной ответственности. Ничего страшного, но год потратишь на что-то другое, позанимаешься, поучишься, поступишь в следующий год на, там, на пиар тот же самый. Они так со стороны наблюдали, как я хожу, там, готовлюсь, что-то все. Там, первый, второй, второй уже, на третий пропустили. Ну, и потом, когда я пришла, сказал, что меня взяли. Ну, хорошо, попробую. Скажите, какая важная дама. Обыкновенно девушки твоего сословия почитают за счастье поступить в услужение к господам. А на что ж ты, дорогая моя, рассчитываешь? Понятно и очевидно, что за вами долгое время, наверное, шел шлейф, то, что вы дочь наменитого папы и так далее. Когда вы все-таки почувствовали, что вот нет уже этой ассоциации, что вы самостоятельная, самостийная Елизавета Боярская? Когда я сама перестала об этом думать. Это когда я настолько увлеклась профессией, что мне было вообще все равно. Сравнивает или нет? Да, мне настолько было интересно другое. Конечно, я в большей степени себя позиционирую как театральную актрису. Хотя большинство зрителей знает меня, конечно, по кино. Тем более, что театр, ну, как бы, петербуржцы меня знают как театральную актрису. Там кто-то ходил на спектакли, когда мы с гастролями ездим с театром. Но, тем не менее, все равно узнаваемой я стала там после Иронии судьбы, после Адмирала, да, после таких больших картин. Но вот когда я настолько поняла, что я безумно влюблена в театр, что я, в принципе, могу только работать в театре, мне больше ничего не нужно для моего актерского удовлетворения и счастья. Вот тогда я вот абсолютно освободилась от каких-то, мне было абсолютно все равно. Я понимала, что я точно занимаюсь своим делом, что я попала в нужное место в нужное время, что я нашла своего режиссера, что это моя судьбоносная встреча с Львом Брамовичем Додиным, что я хочу быть в этой компании, мне интересно заниматься этой профессией, в этой компании. А дальше как будет складываться дальше жизнь, это уже все неважно. И вот когда, причем это даже, я не могу сказать, что я в этот момент села и сказала, о, вот я поняла, в этот момент наступил. Нет, оно просто вот, я вот абсолютно была фанатично увлечена работой в театре над спектаклями, над новыми ролями и так далее. И оно как-то вот само покатилось, растворилось и, в общем, наверное, я думаю, что, понимаете, какое дело, наверное, кто-то так и сейчас про меня говорит, возможно. Но это уже неважно. Это уже неважно, потому что я сама себя как бы по-другому ощущаю. Это я не к тому, что я себя ощущаю какой-то дико уверенной, как бы самостоятельной, а просто я настолько люблю свою профессию, что понимаю, что я бы ничем другим не смогла заниматься. Я очень рада, что я занимаюсь своим делом. Мне кажется, еще, знаете, в дополнение вот к сказанному вами, иногда выбирая тот или иной путь, бывает очень сложная дальше дорога, да, бывает дорога, которая просто открывает перед тобой дверь и идет. И вот ощущение по вашей биографии, по вашей фильмографии, да, что действительно вот та самая ваша дорога была избрана абсолютно верно. И вот тот успех и в театре, и в кино, который вам сопутствует, просто очевидно. Да, это правда. Я вот никогда, кстати, об этом не думала, но действительно очень часто бывает, что люди просто вот лбом, да, бьются, вот их хотят и пробуют, и пробуют. Вот мне кажется, в этот момент очень важно дать себе трезво, ну, как бы трезво оценить собственную ситуацию со стороны. И если что, как бы это ни было больно, но в нужный момент сойти с дистанции в любой профессии, я сейчас говорю, потому что я встречала таких ужасно упертых людей, которых уже хочется сказать, ну, попробуй что-нибудь еще. А вот нет, кажется, что это надо... Я бы, кстати, смогла, вот честное слово. Я очень увлекающийся человек, я убеждена, что если бы я не пошла в актерскую профессию, я думаю, что я бы все равно около бы театра или около кино, я бы с удовольствием была, я бы, наверное, смогла быть, не знаю, художником по гриму, или, я не знаю, пошла бы на сценарный, или пошла бы, там, была бы завлитом, не знаю, в театре, но что-то связанное с литературой, с искусством, да, с театральной культурой. И я бы была счастлива в этом тоже. Мне просто важно быть реализованной в профессии. Я... Если у меня что-то не получается, я это бросаю. Это я просто по себе знаю, там, скажем так, даже с детства, там, кружки, да, условно говоря. Если мне дают это попробовать, нравится, занимаюсь, не нравится, я бросаю. Это не то, что нет, надо, но попробуй, а вдруг ты еще раз, нет, все-таки... Да, да. Есть люди, которые, я не знаю, вот, я думаю, какая бы, наверное, гармоничная профессия, допустим, работать, скажем, в ботаническом саду. Когда ты заходишь, там всегда тепло, ты разговариваешь с растениями, у тебя сегодня полив одного, другого, это нужно протереть, это нужно попшикать. Ну, то есть, это же тоже целый мир. Вот, я очень хорошо это понимаю, потому что я очень люблю иногда наедине с собой оставаться. И я вот, например, хотела бы в таком месте работать. Конечно, я бы долго не смогла, но хотела бы. Это в какой-то момент для меня было открытие профессия бухгалтера. Потому что всегда казалось, что это простые цифры, и что в них может быть интересного. Когда ты понимаешь, что когда складываются цифры, получается действительно какой-то, какая-то своего рода поэзия, да, и тут тоже открывается определенно какой-то свой мир. Я очень далека от этого, к сожалению. Могу себе представить романтику этой профессии, но работать бы я не смогу. А вообще в вас больше преобладает логика или эмоция? Эмоция, конечно. Эмоция, я... Хотя внешне вы абсолютно как будто бы логичный человек. Знаете, когда иногда про женщину говорят с мужским характером или с мужской логикой? Это правда, это правда. Я абсолютно, как бы сказать, педант, жесткий. У меня вся жизнь порядочная. Я люблю прозрачность, чистоту и структурированность во всем. В быту, даже в профессии в какой-то степени, что иногда мешает. Но все равно я очень уведомая чувством всегда. Ну, это, конечно, свойство профессии, может быть, даже приобретенное. Я очень, как сказать, эмоционально подвижный человек. Это, наверное, не видно, и слава богу, но это, во-первых, очень хорошо для профессии. Но когда я действительно что-то переживаю в жизни, то мне сложно это скрыть. Вы мама, у вас маленький второй ребенок, правильно? Два года, да. Какой-нибудь есть лайфхак, как все совмещать в своей жизни? Я была бы благодарна, если бы мне кто-нибудь сказал. Я не понимаю. Я просто не понимаю. Я так много того, что я бы хотела еще делать, и я катастрофически ничего не успеваю. А ведь я знаю, есть женщина, которая успевает и утром, не знаю, йогой позаниматься, и с детьми поиграть, и погулять, и приготовить что-нибудь, и с подругами встретиться, кофе попить, и на деловую встречу сходить, вечером еще в театр сходить. Ну вот как-то, и я не понимаю, как это, у меня не получается, я просто не могу, у меня не получается, и у меня все очень, как бы сказать, я планирую, но я, вот, успевать все я не успеваю, из желанного, по крайней мере. Конечно, я бы себе строила бы, я бы хотела, не знаю, языки учить, и на музыкальных инструментах заниматься, ездить, там, не знаю, на стрельбу, на конный спорт и так далее. Но это в фантазиях уже, в фантазиях, причем, такие, знаете, десятилетних уже, заскорузлых, когда думаешь, может быть, все-таки, может быть, все-таки, и это вот, может быть, все-таки, уже длится много-много времени. А по факту хватает времени только на детей, на работу, ну и немного на себя, так, в разумных пределах. Очень хорошо понимаю, да, поэтому я у всех спрашиваю, вдруг, вдруг где-нибудь найдется те самые лайфхаки, да, которые, волшебную таблеточку, да, которая поможет разобраться со всем. Нет, которая поможет раздвинуть, чтобы было не 24 часа, хотя бы там 37. Да, и понимаю, что, видимо, от этого, да, сегодня тоже есть в вашей жизни выбор, все-таки, семья, дети и театр, прежде всего, да, сосредоточенные. То есть сейчас, насколько понимаю, фильма или съемок фильмов у вас на данный момент нет? Ну, летом точно что-то будет, сейчас мы как бы в принятии решения по поводу того, в какую сторону пойти из предложенных проектов. Но, да, я как-то, я не так часто снимаюсь, и потом Максим сейчас очень много снимается, и как-то он... Кто-то должен быть дома. Кто-то должен быть дома, да, поэтому я в театре, вечером могу убежать на спектакль, а так все время провожу с детьми. И вот последняя картина, которая у меня была, выйдет, наверное, в этом году, я думаю, называется «Седьмая симфония». Это картина Александра Кота, 8 серий для канала «Россия». Это про то, как в блокадном Ленинграде Шостакович написал свою известнейшую дальнинградскую симфонию, и потом о том, как собирали оркестр по крупицам после самой страшной голодной зимы, для того, чтобы вот 9 августа была сыграна «Седьмая симфония» в стенах Ленинградской филармонии. И о том, как дирижер Карл Ильич Илья Асберг, вот под его руководством проходили репетиции, как собирали оркестр, вот такая история. Это все абсолютная, могу сказать, документальная история. Конечно, где-то, безусловно, есть художественный вымысел, поскольку картина художественная, но, тем не менее, на основе реальной истории, очень такая тяжелая, хорошая, щемящая, настоящая, надеюсь, что получится какое-то серьезное высказывание на эту тему, вот должны, я думаю, что, наверное, какой-то дате, я думаю, скорее всего, выйдет, либо начало блокады, либо, может, 9 мая, но вряд ли скоро, думаю, что где-нибудь там осенью. «Кинопоиск» ставит наибольшие рейтинги на ваши фильмы на такие, как «Пять невест», «Адмирал» и «Бункер». А на ваш взгляд, какие фильмы вы бы поставили наибольшее количество рейтинга? Ну, я даже не знаю, я знаете, у меня есть, допустим... Но мы зрители ориентируемся, так иначе. Понимаете, например, я люблю очень, например, картину «Куприн». Снимал ее Андрея Андреевича Шпай. Она прошла как-то так спокойно, не помню, по одному из федеральных каналов. Я там очень люблю и эту картину, и роль ее там очень люблю, но не уверена, что большое количество зрителей ее видели. Хотя... Просто недооцененные. Ну, я не знаю. Не увиденные, не открытые. Не увиденные, да, не открытые, да. И для меня было вообще огромное наслаждение с Андреем Андреевичем работать. Это был такой очень классный опыт. Я очень люблю картину, например, «Я вернусь». Я совсем там маленькая снималась тоже, как вот «Ковы иронии судьбы». Это сериал длинный, там 12 серий режиссера Елена Немых. Я там играю девочку, которую угнали в Германию, она Остербайтершу. Классная была картина, изумительный сценарий, тоже во многом основан на реальных событиях. Мы там снимались с Леной Подкаминской, с Леной Николаемой. Вот мы в «Трех сестер» играли. То есть, например, есть картины, которые вообще знают, видели, но очень мало. А есть громкие, которые были увидены, услышаны. Но «Пять невест» я понимаю, за что. Потому что это очень хорошая, добрая, добрейшая комедия с прекрасным составом и актерским, и хорошей драматургии. А комедии, как правило, не хватает. Да, и тем более она такая, как бы, ну, не пошлая, не вычурная, не какая-то экзальтированная, а очень такая добрая, светлая. Вот. Ну, «Адмирал» в свое время действительно очень громко прозвучала. И мне по сей день часто говорят, «Адмирал, мы так любим вашу картину, «Адмирал», хотя я прекрасно понимаю, что это уже было там тысячи лет назад. Ну, а мы были вместе с Максимом там, потому что только на вот, когда мы друг друга знаем на уровне... Не знаю. Просто знаем, да? Да, на уровне, не знаю, физиологическом и вот абсолютного внутреннего знания друг друга, механизма друг друга. Мы дома, мы все время занимались с ними, репетировали, разбирали, читали, вычитывали, сочиняли, как могли бы сцены пройти. Потом Карану Георгиевичу все приходили, рассказывали, он либо соглашался, говорит, да-да-да, отлично, давайте все так, либо, не-не-не, сегодня давайте по-другому. Вот. Но в любом случае мы были в таком активном процессе и вот, и потом приходили домой и были в этом же процессе. А вот когда закончились съемки, вот было немножко тяжеловато. Ну, у меня вообще было... То есть прилипло, тяжело себя. Я просто, мне хотелось так отрезать и выбросить, чтобы... Потому что очень много чего-то было тяжелого, темного, тревожного и какого-то, знаете, неблагополучного. Мне хотелось это поскорее себя выгнать, выкурить, выпустить в форточку, чтобы это не возвращалось, потому что как-то очень тяжело было в конце уже, потому что съемки были длинные. И это, может быть, пожалуй, единственный случай. Я не могу сказать, что я из тех актрис, которые долго не могут выходить из образа, после спектакля приходят домой. Просто есть такие, да, иногда действительно роли, которые прилипают, которые действительно думаешь, как это? Очень тяжелые, очень тяжелые. Вы упомянули про иронию судьбы с легким паром. Ну, это как-то... Сиквел, да, называется? Как это слово называется? Продолжение, да? Сиквел, да? Нет, нет, просто ирония судьбы продолжения. Да, продолжение, да. То есть, ну, как правило, там, когда нашумевшая сама картина, да, и когда снимается продолжение, всегда есть момент, а вдруг не получится, вдруг не зайдет, вдруг, 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 вдруг. Да, даже и не вдруг, конечно, и до, и после было так много предубеждений, что с ними невозможно было не столкнуться. Ну, я была такая маленькая, я об этом не думала, что кто-то что-то может... Ну, для вас это было какое-то личностное? Смотрели же наверняка эту с легким паром. Конечно, я только... Уже с ней вообще все, не знаю, родились и живем. Ну, конечно, разумеется, я просто обрадовалась, что мне позвали. Я прочитала сценарий, мне он очень понравился, я смеялась, он был очень веселый, смешной. У меня... Вот сейчас бы я уже себе недолепского... А что подумают? А нормально ли что? Ну, как же так? Вот уже бы сейчас уже... А тогда, сколько мне было, 19 лет или 20, ух ты, вау, все. И мы стали репетировать, и с наслаждением снимались, участвовали в съемочном процессе. Я сейчас попробую, если вспомню. Я очень люблю эту картину. Я считаю, что она прекрасная, легкая, веселая, новогодняя. И там совершенно прекрасная работа актерская у всех артистов. Особенно там небольшие, там, эпизодические роли просто очень хорошие. Вот. И поэтому я, как-то, знаете, тогда не было у меня так вот мысли о том, что это будет как-то спорить или соревноваться. Для меня это было, ну, какое-то естественное, естественное продолжение. В результате, после какого фильма вы все-таки почувствовали, что, ну, вот, наверное, начинают не давать прохода, или начинают узнавать, или начинают приставать? Вообще какое-то есть утомление от публики, которое, не знаю, начинает к вам излишне проявлять свое внимание? Или нет такого? Или вы спокойно ходите по улицам, никто к вам не подходит с вопросами и с автографами? Я так скажу, я никогда в жизни не, ну, как бы сказать, меньше всего я гналась за, как бы сказать, за узнаваемостью. Популярностью. Популярностью. Конечно, это, с точки зрения профессии, это здорово. Ты востребована, тебя зовут в интересной роли. Это, как бы, друг за другом ведет очень хорошую цепочку последствий в виде интересных проектов. Но вот именно с точки зрения зрительского внимания мне, конечно, важно знать, что в спектакль, на который я играю, приходят зрители, или кино тоже смотрит публика. Но нарушение личного пространства для меня, оно как-то ощутимо. Я думаю, что это за счет того, что я вросла в семье артистов. И поскольку я прекрасно знаю, что такое покушение на личное пространство и бесконечные звонки поклонниц, и когда они дают прохода, и когда тыкают пальцем и окрикивают, и невозможно человеку сидеть в кафе, в ресторане, потому что все спорят, как ты ешь, как ты ходишь, как ты это, благодаря папе, у меня к этому очень сложное отношение, скажу честно. То есть я себя иногда, как бы, себе даю, наоборот, как бы, Лиза, выдохни, будет, ну, как бы, спокойнее. Это часть профессии. Да, потому что я очень часто схватываю какой-то вот зажим. Опять. Да, и я вот, у меня первая реакция, как бы, зажаться, испугаться, напрячься, а не наоборот, расслабиться. Ну, просто я сейчас говорю о своих внутренних ощущениях. Наверное, это не очень правильно. Наверное, к этому нужно относиться проще, но у меня есть какой-то опыт вот именно вот этого детского ощущения, когда так... Когда папа был на абсолютном пике своей популярности, вот то, как он существовал, как мы с ним ходили гулять, то, как надо было с ним пройти, там, не знаю, в аэропорту, на вокзале и так далее, это было... Для меня это было... Мне это было просто страшно. Я не ужасно переживала. Мне... Я себя чувствовала... Прямо вот как будто бы мне... Меня кидают что-то все время. Кстати, ну, с Максимом мужем у вас, получается, есть такое серьезное действительно кино. А с папой вам удалось где-то пересечься на площадках? Да, ладно. Конечно. У нас с папой есть две картины, которые я тоже очень люблю. Первая вообще обожаемая мной картина «Вы не оставите меня», это режиссер Алла Ильична Сурикова. Вот, 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 вот. А кто? Папочка, папа! Я там снималась еще, я младше была, мне, по-моему, там, 17 лет или 18, то есть совсем юная. И это такая лирическая комедия, трогательнейшая. И там такая нежная роль у меня, которую я очень люблю и трепетно к ней отношусь. Вот. А вторая картина – это Петр Первый Завещание. Мы снимались с папой Владимиром Ильичем Бортко. Позвольте батюшка. Кому сэро? Сэвабьям. И там, и там мы играем отца и дочь, и там тоже у нас было такое полноценное партнерство, тоже очень любопытная картина. Ибо соприкоснувшись с великой личностью, сам становишься иным. Лиз, вы очень тепло в предыдущих интервью рассказываете про ваш театр, про ваш малодраматический, про ваши работы, как вы глубинно изучаете материал. Мне очень понравилось. Глубоко, 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 еще глубже, еще там есть что-то дальше. Но помимо работы в малодраматическом, у вас есть и другие театральные проекты. Вот, например, не так давно вы были в одном из атомных городов в Северске, Томской области, с литературно-музыкальной композицией. Наверное, так назвать. Читаем со смыслом. Как вообще вот такого рода проекты, или, может быть, конкретно этот проект в вашей жизни произошел? Произошел, но очень спонтанно. Мы с Эрадой давно дружим. Я с радостью наблюдаю за ее литературными новыми веяниями и над ее работами. И знаю ее как человека, и слушаю ее рассказы, как возникают рассказы, откуда она их берет, где она берет, какие наблюдения, что в ней возникает. И потом, когда это рождается на бумаге, мне очень это любопытно, интересно. И она очень талантливый и содержательный человек. И вот когда она подобрала рассказы для меня, и Максим участвовал тоже в подобном, с ней вместе тоже читал ее рассказы, и с Борей Адриановым мы, как бы сказать, спелись. Как бы родилось такое творческое проявление в виде рассказов Эрады и его прекрасного музыкального инструмента. И Эрада была нашим третьим голосом. Это получилась такая интересная литературно-музыкальная композиция, что, мне кажется, сейчас вообще очень такой востребованный жанр. Это сплошь и рядом. И я очень рада, что зрителям это интересно, что зрители слушают. Потому что, мне кажется, какое-то долгое время существовало предубеждение, что зрителей обязательно нужно все время только развлекать, чтобы все мелькало, шуршало, танцевало, и как бы было громко. А на самом деле людям очень часто просто хочется слышать слова интересные, слышать историю. И если она хорошо прочитана, и тем более, если это сопровождается какой-то хорошей музыкой в исполнении изумительного артиста, тогда это особенно ценно. А в этом смысле зритель столичный, региональный, они отличаются? Да, конечно. Вот восприятие все-таки, да? Вот регион, он больше... Очень чуткий. Классический, мне кажется. Классический, чуткий, и восприимчивый. Они прям вот жаждут, как будто вот как кувшин, в который можно наполнять, наполнять, наполнять. Потому что, конечно, в столице люди входят в театры, смотрят разные самые жанры и разных режиссеров, и они примерно могут уже понимать, что есть какие-то предпочтения, вкусы. А здесь просто это абсолютное желание только вкушать и наслаждаться. Лиз, Лиз, в вашей прекрасной карьере и вашей прекрасной личной жизни чего еще хочется вам в ближайшее время? Хочется научиться планировать свое время, о чем я давно мечтаю, и чтобы хватало времени на работу, на семью и еще на что-то очень прекрасное. И, Лиз, в заключении хотела бы сказать, слушая сегодняшние ваши ответы на мои вопросы, да и вообще, немножко посмотрев предыдущее ваше интервью, я вам сказала, что не воспринимали ли вас как дочь вашего знаменитого отца. А мне кажется, что, наверное, в результате выйдет прекрасная династия Боярских, а еще кто его знает, может быть, будет как раз наоборот, будет ваш папа, это тот самый, кто папа Елизаветы Боярской, да, то есть не Михаил Боярский, это отец Елизаветы Боярской, а не наоборот. Папа иногда так и шутишь, что про него так уже говорят. Вот, отлично. Мне кажется, вы абсолютно этого заслуживаете. Спасибо вам огромное за этот диалог, за общение. Жаль, мало времени, мне лично, у меня есть масса еще вопросов. Вдруг мы еще с вами обязательно увидимся. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok